Только вчера я вам пожаловался на тему того, что я за Е И вроде бы все начало налаживаться И даже стал виден свет в конце тоннеля Как мост сказал, что нет, одну полуось я тебе не отдам В итоге пришлось опять разобрать всю жопу И снимать мост целиком Для чего сейчас покажу В общем, жопа теперь выглядит вот следующим образом Все разобрано, мост снят А, собственно, вот и сам мост Полуось одна вышла А вторая просто вообще никак не хотела выходить И так же не хочет Не знаю, сейчас будем как-то колесо прикручивать Выстукивать, выбивать Заодно сняли тормозные трубки всех Переделаем на новые, хорошие Не выдержало оно от ударов кувалдой Вышла собака Все вышло Причем с ударом спятан Подтвердите, Юрий С шестого Ты забыл толпет Врешь ты все Ну что, все, разбираем, зачищаем Снимаем Див, завариваем И мы уже, когда уже, сука, поедем Что подошла очередь к установке ковшей Ковша, точнее, одного у меня был С моего, другой машины Ковш И так как он лежал без дела Решил ее поставить пока в дырку Для того, чтобы поставить Пришлось замутить вот такие вот крепления Профильная труба С обваренной втулкой Внутрь закручивается Внутри тоже она обварена, как видите Вот И сейчас я их установлю на родные Саларски Вот на эти родные Саларски И прихвачу их сваркой И уже потом все обварю И все это вместе будет Национально действовать, работать Получилась вот такая вот красота Все идеально стоит Изнутри можно подлезть, открутить Кресло Если так понадобится сделать В общем, все полностью функционально Как и планировалось Сейчас покрашу И все будет готово Ну и какой же дрифтер Без гидроручника У меня есть ручник, который я притаривал Еще тоже давным-давно Покупал ее в другую королу Сейчас вот начал делать площадку под него Так поставил Здесь сейчас из бумаги вырезал трафареты Для усиления Как-то вот типа вот так вот Сюда уголочек поставлю В общем, некие ребра жесткости Чтобы площадка сдержалась жестко Получился вообще просто огонь Если честно, даже красить не хочется Смотрите Вот такая красота Шовчики все Как вообще просто По книге Чик И все Здесь гайка снизу И здесь двумя И здесь еще одной сквозной И все Ну в общем-то По салону На этом работы практически окончились Ковш, как видите, уже стоит Чуть-чуть болтыхается Но это у нее Родные люфты Сидеть очень удобно и классно В общем, остались какие-то Читанные часы Я уже поставил бензобак Я уже прикрутил выхлоп То есть, в принципе Тут осталось только Заделать Еще пару дыр небольших Выявились в процессе И собрать салон Ну и естественно Покрасить наружу И все Делов-то Сегодня задача стоит Так как генератор не работает Судя по всему Не идет у меня заряд Задача с моего Еще У меня, кстати, еще одна есть Королла Кто не знает На Драйве Забейте Квинтэссенция Название Это Королла Которая два года я уже Она уже, наверное, третий год у меня Но пока до нее руки не доходят Хотя, в принципе, о сварке Я уже много очень там сделал Вот, в общем, от нее есть мотор И я приехал снять С него генератор Вот, собственно, мотор В уголочке Вам нифига его даже не видно А это Мекка РБ-25 Второй РБ Коробки, подвески А это, ребят Зэточка Которую скоро Я надеюсь Скоро мы начнем уже делать З-240 Открутил генератор Заодно Заодно взял карбюратор тоже Потому что мой Даже После переборки Инструментик Газовый баллончик Гараж вообще нереально было открыть Стоял, отогревал его Это, кстати, гараж Где как раз Квинтэссенцию я делал Два года Вот И, кстати За что спасибо еще Квинтэссенции Очень много запчастей Которые Ну, не очень много Но достаточно количества Которые я с нее беру На дырку Там подрулевые переключатели Вся электрика теперь работает Вот сейчас Генератор Карбюратор В общем Доноры Это сила, ребят Ну, а я погнал дальше Все это дело прикручивать Ловить заряд В общем С карбюратором Родным вообще не задались У нас отношения Я однозначно Приведу его в норму Но Через Какое-то время Может быть Там к лету А сейчас Пока Чтобы наваливать Нужно Нужно нормальный карбюратор И в итоге Короче Я решил поставить Карбюратор от восьмерки Взял новый Стоит 5000 Жестко Но надеюсь Приход будет Как бы нормальный И она начнет Наконец-то Нормально работать Заводиться Что-то Долго мы мозговали На тему того Как лучше поставить И в общем Решение пришло Само собой И оно Прям вот Чуть ли не гениальное Сейчас покажем Здесь есть Родные шпильки А соответственно Посадочное место Не попадает И Что в общем Сделал Сделал Отцентровал Внутреннюю Пластинку Тоже чуть-чуть Фрезернул Чтобы совпадали И Сами шпильки Крепят Следующим образом То есть Шаг резьбы У них одинаковый У родной шпильки И вот у этих болтов Которые я купил Из них сделал шпильки То есть Я их туда закрутил И они теперь намертво стоят Привязаны К этой Получается Пластине И собственно К родным шпилькам Уже пробовал Затягивать Карбюратор Держится вообще Все просто Супер Вот и настал Тот момент Когда Пора приступать К покрасочным Процедурам К малярно Покрасочным Действиям Уже хочется Конечно Чтобы покрасить Ее побыстрее Чтобы она Получила Окончательный Вид Чтобы все Это выглядело Наишикарнейшим Образом Пока что Что Обклеил Все Начал Чуть-чуть Шлифовать Вот у Илюхи Слава богу Есть машинка Хорошая Шлифовальная Которую Время от Время У него Берем Попользоваться И процесс Конечно Идет Намного Веселее Быстрее От этого Результат Не за горами Продолжение следует Ну что Ребят Машина Практически Готова К покраске Осталось Вообще По мелочи Совсем Доделать И Начну Пожалуй Устанавливать Передний Пластиковый Обвес Который Нам Саня Дегри Сделал Ребят Первым Делом Для Машины Нашей Для Зимнего Дрифта Для Зимних Покатушек Это Как я И рассказывал Королла Ке36 Универсал Курберный Мы Решили Сделать Целиком Всю Морду Потому что Родные Запчасти Все Крыло Крылья Капот Фар Были Просто В акоматозном Состоянии Восстанавливать Крылья Тяжело Это Может быть В формате Реставрации Было бы Интересно Но Так как У нас Возможны Контакты Мы Решили Сделать Полностью Субордовую Стеклопластику Нам Наши Друзья Дали Контакты Хорошего Человека Который Сказал Что За Неделю Он Все Сделан В общем Так Случилось Что Как Раз У нас Стоит Именно Такая Королла У них Морда У всех Одинаковая Это Ке30 Женя Нашего Друга На Проварке По лоб И Мы Сняли В общем С нее Всю Морду Отдали Саше И Та-дам Две Недели Прошло И реально Человек Просто Сделал Целиком Всю Морду Пойдем Покажу Как Это Выглядит Теперь Капот Квартов 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 Качество Прям Очень Даже Хорошее Причем Изначально Когда Мы С ним Смотрели Капот На Жипе На Его Гулял Сходим Разговаривали На Эту Тему Я Думал Жип Не Получ Как Звучилось Отлично Жестко Ну И Собственно Пора Представить Человека Который Все Это Сделал За Кратчайшие Сроки За Кратчайшие По Суме Причем Тоже Была Адекватнейшая Сумма Она Не Маленькая Но Это Адекватная Цена Это Саня Упс Привет Зовут Дегрит Дегрит Я Спасодействуюсь На Все То есть В принципе Передний Привод Я даже Походу Не Прогнал Немножко Не моя Тема Я понимаю Что Я Преклон От Рифта И Почему Что Ну Из Таких Из 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 Проектов Которые Допустим Проект Модели Которые У тебя Есть Там Готовы Крылья Один Которые Пожалуй Самое Глубальное Объяснение Которое Есть Вообще Практически Все Это Замены То есть Есть Расширения Всячески Есть Стоп Детали Замеченство Открыти Драйни Ну Вот Его Контакт Мне Дал Дима Дима Некоторые Может быть Видели На Выставку Серая Е30 С Таким Мифическим Уширением Ульф Рокет Ульф Он Его Булф Нашим Достаточно Известным На Некоторые Высыпают Благ Кто Видео Поймет О чем Я Хмарю Вот Саня Как Делает Я Точно Знаю Копии Да Ты Снял Да С Именно С Оригинала Снят Копии А Этому Кстати Немало Стоит И Соглас Еще Тичайший Какой-то Обвес У тебя На Петер Есть Ну Это Сметка Обычно На Мое Причем Целиком И Задние Панели И Крылья Вообще То есть Все Проект Опять Перед Еще Можно Поставить У У Подвеска Назад Смешена Не По этому Марки В общем Уровень Человека Понятен Делает Абсолютно Все Ссылку Поставлю Внизу Обращайтесь Пишите Также У него Вконтакте Есть В принципе Все Фотографии Его Работы Самое И опять Самое Главное Самый Важный Человек Отвечает За базар Как говорится За свои Слова То есть Он Сказал Неделю В принципе За неделю Сделал Ко мне Через Две Недели Приехал А так Сделал Реально За неделю Кратчайшие Сроки Качество Отличное Обращайтесь Перед тем Как поставить Решил покрасить Заодно Посмотреть Какой цвет Вот именно Скрытые зоны Которые потом Неудобно Будет красить В частности Это внутренняя Сторона Капота И Кромки Крыльев Так что Сейчас Бахнем Цвет И Поймем Вообще Что у нас В итоге Получится Капец Он Ядовито Синий Вообще Я если честно Думал Будет чуть-чуть Потемней Он прям Голубой Голубой Ну в принципе И называется Горизонт В очередной раз Конечно Я восхищаюсь Качество Монтаны Краски Это Не краска Это Какие-то Нанотехнологии Реально Охрененно Укрывает Охрененно Красит И Не потеков Ничего И причем Засыхает Моментально Блин Надо Монтану В спонсоры Кто Кто хоть раз Занимался Покраской Прекрасно Знает О том Что Самое Геморройное Самое Долгое По времени Это Не красить Машину А подготовить Ее К покраске Непосредственно Закрыть Ее Укрыть Все Укрыл Ну почти Все В общем Все Не терпится Руки Чешутся Хочется Уже Прям Увидеть Ее Во всей Красе Поэтому Я Погнал Машина Закончена Покрашена Все Установлено Остались Маленькие Недочеты Со всем Которые Сейчас В ближайшее Время Доделаю Постукивает Выхлоп Сейчас Поедем В ход Развал Сделаем Хотел Сразу Поставить Лычаги Более Длинные Чтобы Долгое Развал Но Соответственно Не получается Пока Это Сделать Не успеваю Потому Что Завтра Хотел Поехать На час Лагон Вот Ну А Вам Сейчас Покажу Вкрасы Что В итоге Мы Сделали В общем Получилось Следующее Мы Как Вы Видите Я Ее Покрасил Цвет Оказался Вообще Бомбический Вы Сами Видите Как Она Выглядит Это Просто Супер По Ходовке В итоге Все Абсолютно Перебрал По Карбюратору Я Делал Карбюратор Перебирал С Родной Ставил Рим Комплект Но По Нему В общем Мне не нравится Как он Работает И В итоге Я решил Заморочиться Взять И Поставить От Восьмерки Карбюратор Пойдем Покажу Так Поставил Так Как У нас Морда Все Пластиковая Соответственно Установлены Замки Спортивные Взял Которые Чтобы Лишь Беземот Вот Так Выглядит Карбюратор Восьмерочный Фильтр Нулевик И Здесь Через Проставку Он Стоит Работает Все идеально Работает Как часы Сейчас Покажу Вам Заведу Вот Собственно Работа Мотора На этом Карбюраторе Я более чем Доволен Чуть-чуть Нужно Клапана Будет Подрегулировать Но Пока Пока Так Проеду Хотя Тест Какой-то Провести Как она Едет Как она Чувствует Себя На дороге Потому Что С тормозами Пока Чуть-чуть Тоже Не разобрались Нужно Докачать А так как Тормозная Система Вся Новая То Тормоза Не притерлись И очень Сложно Вообще Понять Что и как Вот Еще Снимал Генератор С моего Того Мотора Который Вы видели До этого В итоге Он не подошел Там стоял Советский Уже Какой-то Переделанный И пришлось Купить новый Но новый Кстати Недорог Стоит Три с половиной Тысяч Если Допустим Ремонтировать Родной То Ремонт Там От Двух с половиной У меня Назвали То есть Смысла Никакого Нет Пойдем Еще Дальше Установил Руль У меня Лежал Давно Тоже С Переходником Установил Гидроручник В итоге Я вам Показывал До этого Тоже Процесс Установки Но До конца Не показал В общем В конечном Результате Он стоит Вот Следующим Образом Довольно Легко Работает Все Но Опять же С тормозами С тормозами Непонятки Поэтому Тяжело Понять Вообще Насколько Он Эффективен Ну и На льду Нужно Тоже Понимание Ремни Также Были У меня Ремни Решил Решил Заморочиться Поставить Сзади Убить Двух Зайцев Сейчас Покажу Чтобы была Хоть какая-то Жесткость Сзади Установил Вот Такую Распорку Вот На закладных Если что Можно будет Открутить И убрать Чтобы не мешало И соответственно Ремешок Сюда Назад Прицепил Так что Проект Дырка Практически Окончательно Закончен Но на стадии Именно Выезда На дорогу Но В общем Смысле Он конечно Только-только Начинается Сейчас Закажу Наклейки Будут Обалденные Наклейки На весь Бок Кастом Бокс И Соответственно Будем делать То для чего Она предназначена Ездить на соревнования Участвовать Пытаться Побеждать И в общем Получать удовольствие От того Получать удовольствие От машины А не От того Что она стоит И лицезреть Следите за нами И вы не пожалеете Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...